Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Чувство незавершенности и непонимания, что будет дальше, мешается такой не жить. Шли домой с друзьями после праздника, выпили чутка лишнего алкоголя, и тут на улице к нам пристал мужик. Мне не понравилось, как он с нами общается, он изрядно хамил, возможно был под чем-то. Но мы с ним сцепились немного, сначала словесно, потом физически, но нас быстро расцепили. В мой адрес полетели угрозы, но я им не придал тогда значения. Фольги Штальц на тот момент я закрыл, мне дал общаться с собой, как какой-то скотиной при друзьях и женщинах. Но вот мое утро, что-то не то, какое-то непонятное чувство. Я заязываю КР-щик и любитель раскручивать прошлое и предполагаемое будущее. Кручу сцену в голове, что я мог сделать тогда иначе, что буду делать в будущем, если опять с ним встречусь. Вот так у меня обычно происходит после любой подобной сцены, где не знаешь, что будет дальше. Ждать, что придут и побьют, и так сын становится после подобных мыслей, что просто ужас. Выпью, не думая об этом. Трезвее лезет в голову всякая фигня, с которой с большей долей вероятности не случится в будущем. В прибавок ко всему появился непонятный кашель и пропал аппетит. О чем здесь можно говорить? Ну, здесь можно говорить, пожалуй, о том, что в целом вы такой достаточно тревожный человек, Которому, как мне кажется, весна сложна операция на себя. То есть вам довольно сложно полагаться на вот как раз себя, да, на... Свою реакцию, которая у вас, ну, которая у вас есть, которая у вас имеет место быть. Вот. Довольно, довольно сложно и тяжело вам это делать. Как мне кажется. Кроме того, вы, на мой взгляд, испытываете трудности с... 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 С матринкой. Вы испытываете трудности с... Скажем так... Уверенность в себе. Вот. Вот. И отсюда, конечно, тоже вот в какой-то степени прямо вытекает то, как вы себя ведете. И глобально, конечно, проблематика заключается не в том, что... А... Ситуация такая... Такая произошла. Глобально. Ситуация заключается не в этом. А глобально ситуация заключается, как мне кажется, в том, что вы в целом склонны себя накручивать и, в целом, возможно, вот, как-то, ну, привыкли, может быть, привыкли себя обесценивать, да, привыкли относиться к себе. Ну, как-то, вот, не так, как, ну, условно говоря, там, к обычному или, там, условно, ну, абсолютно, вот, такому нормальному человеку. То есть вы к себе относитесь, как будто вы, вот, знаете, ну, постоянно, вот, насторожа. Вот. То есть постоянно вы, вот, в таком, как мне кажется, опять же, прибываете в напр... ну, в напряжении. Вот. И, конечно, это влияет, это влияет очень сильно на вас. Это влияет очень сильно на то, как вы себя чувствуете, это влияет очень сильно на то, как вы себя ощущаете. Это влияет очень сильно на то, как вы себя, ну, себя воспринимаете. Поэтому я бы, я бы, конечно, в этом смысле больше бы обратил внимание на ваши имеющиеся на данный момент противоречия и тревогу, скажем так. Да? Вот. А также на те вещи, которые вы себе, на мой взгляд, привыкли подавлять. То есть привыкли вы это, ну, может быть, знаете, вот, не замечать подобное просто. Вот. То есть просто привыкли вот этого, этого вы не замечаете, потому что, возможно, это не слишком удобно, возможно, это не слишком, не слишком, как-то вот комфортно для вас, возможно, это, как-то вот мотивирует, ну, мотивирует вас на не очень, не очень хорошее чувство, не очень хорошее эмоции. Вот. Да, можно и нужно, можно и нужно, ну, как бы, прожить вот тот, ту несовершенность, да, можно и нужно здесь поработать с вашей, скажем так, тревожностью, которая у вас вот имеет место быть. Вот. Вот. Но здесь мы упираемся в то, по большому счету, что вы не задаете вопрос. Вот. То есть, ну, вы не спрашиваете ничего, у вас нет вопросов в этом смысле, в этом смысле. То есть, вы просто описываете вот, ну, так скажем, ситуацию, да, вот, вы ее описываете, но вы не задаете вопрос и исходя из этого не совсем понятно, как Какую задачу вы ставите перед психологом, вот, то есть какая вот, то есть помочь вам как-то вот с мыслями вашими, поработать, да, вот, помочь вам, чтобы вас это вот так не задевало, то, что вы, ну, описываете, допустим, или может быть что-то, что-то еще, вот, ну, в самой, в самой по себе ситуации, которую вы опять же описываете, ничего такого экстраординарного нет, то есть, ну, действительно, вот есть разные люди, ну, важно то, что вы вот с ним сцепились, то есть человек очень быстро, получается, смог, да, как-то вот вывести, вывести вас на эмоции, вот, человек смог довольно быстро вывести вас на негативную реакцию, вот, и, к сожалению, эта негативная реакция, она, ну, в этом смысле, скорее всего, была уже, то есть вы были, как бы, готовы к тому, что, ну, к такой реакции, вот, вы были готовы к такой реакции, то есть это, к моему, ну, к моему сожалению, не кажется мне историей достаточно спонтанной, вот, почему появляются у вас, например, вот такие мысли, да, необходимость, а, прокручивать снова и снова, ну, какие-то эпизоды, да, вот, ну, из вашей жизни, вот, почему появляется такая, вот такая, грубо говоря, необходимость, да, как вы вот к этому приходите? Вот, вот этот механизм, на мой взгляд, он имеет, в первую очередь, значение, как вы к этому приходите, вот, благодаря чему и, в общем-то, в общем-то, за счёт, за счёт чего подобные вещи для вас становятся реальными возможностями, вот. Я думаю, что найти, увидеть, найти, увидеть, заметить некоторые закономерности в этом не составит большого труда, вот, конечно. При условии, если вы на самом деле готовы, к примеру, с этим разбираться, да, и при условии, если вы готовы, ну, как-то это, скажем так, обсуждать, да, то есть, если вы готовы, вот, в этом направлении, ну, работать, вот. Как-то так, пожалуй, я бы, вот, сказал, как-то так, как-то так, я бы сейчас сказал, с точки зрения психологии и психотерапии, вот, основную проблематику я вижу, конечно, исключительно, вот, в том, что вы, ну, по той или иной причине, себя, себя, себя стараетесь сдерживать, вот, то есть, вот, ну, основную проблематику, я повторюсь, основную проблематику я вижу в этом. То есть, не сдерживая себя, да, ну, вот, не сдерживая себя, давая себе больше, ну, какой-то свободы, с одной стороны, и, с другой стороны, ну, в большей степени, например, себе доверяя, да, вот, вы могли бы, конечно, получить гораздо больше удовольствия от того, с чем вы сталкиваетесь, но в силу, в силу всех аспектов, что как будто бы вы постоянно боретесь за выживание, как будто бы вы постоянно боретесь за то, чтобы иметь, вот, ну, право, скажем так, жить и прочее, вам, конечно, это делать очень-очень сложно, очень-очень, ну, нелегко, вот. И в этом смысле, ну, в этом смысле легко вас понять, да, в этом смысле легко увидеть, что вас, к примеру, беспокоит и так далее. То есть я не думаю, что, я не думаю, что это так, вот, так уж тяжело, вот, но, конечно, нужна работа, да, нужна психотерапия, вот. Сейчас ситуация осложняет то, что вы не сформулировали свой запрос и то, чего вы хотите, вот. Также мне бы хотелось, чтобы вы постарались увидеть следующее. Ну, вот, я имею в виду на данный момент, да, на текущий момент, вот, насколько вам интересна ваша жизнь. Прямо сейчас. Вот, интересно ли она вам? Если интересно, то как, скажем, проявляется этот интерес, да? То есть, насколько вы в этом смысле увлечены своей жизнью, вот, насколько она позволяет вам, допустим, ну, раскрывать, раскрыть ваш потенциал, вот, и так далее. То есть, то есть, здесь, конечно, очень важным фактором, очень важным моментом является то, как вы живете. То есть, если в целом вы, например, ну, как-то чувствуете, да, и ощущаете себя, там, допустим, подавленным, например, да, то, конечно, у этого будут, скажем так, свои нюансы, у этого будут, скажем так, свои моменты. То есть, если вы недостаточно, если вы, если вы, скажем так, много и часто тратите свою энергию на это, то вполне может быть, что вы не тратите энергию в какие-то другие вещи, в какие-то другие стороны, вот, вы не уделяете внимание этому и, соответственно, у вас остается вот, ну, скажем так, возможность, у вас остается возможность для того, чтобы тратить свое время, вот, тратить свое время, вот, на то, на что тратить свое время. Ну, вот. То есть, тут история, она взаимосвязанная. Вот. Как-то, как-то так, как-то так, я бы сказал, вот, ну, вот, какой-то такой ответ, я бы вам, наверное, на данный момент мог бы предложить такую обратную связь, вот. То есть, не стоит ОКР воспринимать как некую данность. Во-первых, если у вас есть подозрение на то, что, ну, на то, что имеет место быть, это, вот, если у вас есть такое подозрение, то, пожалуй, имеет смысл проверить, имеет смысл проверить, а действительно ли у вас, действительно ли у вас ОКР. И если ОКР есть, то, конечно, имело бы смысл вам, ну, получить, так скажем, помощь в этом вопросе, вот, получить какое-то лечение, возможно. А, потому что, ну, что это прям, эээ, вот, что это прям серьёзно, да, я говорить не буду, потому что, я не знаю, может быть, эээ, может быть, эээ, может быть ваши особенности, они как раз такие, что на качество жизни это сильно не влияет, но, эээ, всё равно, если вот такая, эээ, допустим, ну, тенденция присутствует, то, ну, на мой взгляд, эээ, имеет смысл, конечно, эээ, как-то на это обратить, обратить внимание, чтобы вас это хотя бы, ну, вот, так вот не, не мучило, да, чтобы, эээ, ну, чтобы, эээ, скажем так, эээ, поспокойнее вы, эээ, ну, реагировали на то, что происходит. Вот. Вот, пожалуй, всё, эээ, что я хотел бы сказать. Да, то есть, эээ, ну, вот, получилось, на самом деле, эээ, получилось, эээ, на самом деле, эээ, так, что, ээээ, я ничего не сказал, да, получилось, вот, получилось так, что, вроде бы, какой-то ответ дал, но, в то же время, и никакого, как будто бы, ответа, нет, да, вот, это очень грустно, эээ, по крайней мере, ну, ну, мне, вот, но на, эээ, стекущий момент, наверное, больше ответить не позволяет форму. Эээ, что касается гесталта, что касается гесталта, вот, тоже на фейк-фуш, на фейк-фуш, как-то вот, эээ, этот момент я уточню, да, эээ, что касается гесталта, то, ээээ, помочь вам, ээээ, ну, прожить его, ээээ, закрыть гесталт, ээээ, это можно сделать, это не сложно. Ээээ, вот, ээээ, но это, опять же, ээээ, вопрос, скорее, ээээ, индивидуальной работы, да, вот, ну, ээээ, с вами, вот так, я бы сказал. Ээээ, понимаете, какая штука? То есть, это вопрос именно о вашей готовности работать и готовности эээээээ меняться. Вот. Вот, ну, в целом, мне кажется так, вот, сейчас я ещё, вот вы будете ждать, что придут и побьют, да, тут у вас как будто бы есть страх, вот, но что это за страх, что он, грубо говоря, из себя, ну, скажем так, представляет, да, вот, пока не совсем ясно, пока не совсем очевидно, что из себя представляет ваш страх и чего вы боитесь, потому что, ну, я, например, с трудом как-то вот допускаю, что боитесь вы, там, ну, действительно вот того, что кто-то придёт, да, и что-то с вами сделает, я с трудом это допускал, я думаю, что боитесь вы здесь, ну, чего-то другого, как мне кажется. На этом всё, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. желаю вам всего дняного доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok